МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как совместить футбол и учёбу? Мы – команда! Проект будущего, его ждут все футболисты города. На нашем стадионе, за южной трибуной, будет построена академия. Футбол в Севастополе сегодня. И каким его видят завтра? Смотрите прямо сейчас. Футбольной традиции 49-й школы уже более 10 лет. Всё начиналось с небольших секций. Сейчас на этой новой, современной площадке тренируется первый в Севастополе специализированный класс. Основным критерием для зачисления в которой было неумение читать и писать, а просто желание ребёнка играть в футбол. Мы – команда! Эти ребята пришли в первый класс, как и все, 1 сентября. Но знакомы друг с другом уже давно. Большинство из них с трёх лет тренируются в футбольном кружке «Спортивное поколение». Чтобы не бросать секцию и не мешать учёбе, было решено совместить. Собрать всех детей в один класс. Наши ребята занимались футболом, но вот так профессионально, как занимаются сейчас ребята, у нас такого не было. Активизировалось движение футбольное, в том числе и среди учеников нашей школы, потому что в 2018 году чемпионат мира по футболу в России успешно показал возможности этого вида спорта. Блестяще выступила наша команда, возможности свои проявила на все 100%. И естественно, среди мальчишек и девчонок, ну такой, возможно, порыв поддержать нашу команду. И, возможно, в дальнейшем новые успехи принести нашей родине, стране и школе. Первый «Б» – класс экспериментальный. На базе начальной школы такого в городе ещё не было. Из обучающихся в нём 16 мальчиков, 15 играют в футбол. При этом официально профильным класс не считается. Основной упор делается на учёбу. С ребятами занимается тренер третьей спортивной школы, а на общественных началах ему помогает профессиональный футболист. 25 лет назад он сам окончил эту школу. Теперь всё, чему научился, мечтает передать детям. На эту команду у него большие планы. Выиграть кожаный мяч, выиграть чемпионат города по футболу среди школ. В мини-футбол-школах есть турнир, когда мы подрастём, обязательно должны его выиграть. На различные спартакиады всероссийского уровня должны ехать. Это что касается школы. Поэтому президентские состязания, соревнования. То есть всё, что касаемо образовательных учреждений, постараемся, конечно, этим классом добиться максимальных успехов, потому что такого проекта не в городе, как я уже говорил. Нигде нету. Для учащихся 49-й школы ещё в мае построили новую площадку с современным покрытием, разметкой и всем необходимым. В том числе и для футбола. Но для серьёзных тренировок тесновато. К тому же прорезиненный пол не самый безопасный. Поле, которое должно быть здесь, те размеры, которые мы видим, те, что директор планирует, они, конечно, позволяют решать многие технические, тактические, больше задачи в развитии наших детей, спортсменов, первоклассников, второклассников и так далее. То есть самое главное, чтобы оно было искусственное для нашего города. Так как, естественно, трава, за них нужен должный уход. Этих специалистов очень-очень мало. Вот, как мы знаем из практики тоже, потому что очень много лет мы занимаемся футболом. Искусственное поле – это любую погоду, любое время, и дождь, и снег. Играть в футбол на новом поле учащиеся 1-го Б и других классов 49-й школы смогут уже в следующем году. На проектно-сметную документацию выделено 400 тысяч рублей. В зависимости от размеров, стоимость одного такого объекта порядка 20-25 миллионов. В ближайшие 4 года поля с искусственным покрытием появятся в 11 образовательных учреждениях города. Наши дети вдохновлены, даже когда просто бегали по улице с мячиком. Им все это очень нравится, просто потому что они дети, потому что им нужно бегать, двигаться. Но материально-техническое обеспечение школ, конечно же, развивается. По сравнению с предыдущими годами мы делаем огромные шаги в этом направлении, предпринимаем в этом году. 31 спортивная площадка, полностью оборудованная, обустроенная спортивная площадка. Будет создано до конца года в 31 образовательном учреждении. Причем в 30 образовательных учреждениях. Причем в школе номер 12 будет 2 спортивных площадки. Планируется обустройство футбольных полей. У нас порядка 45 школ имеют в рамках своих планов территориальных футбольные поля. И планируется обустройство данных полей до 2020 года. Сегодня одно из самых лучших новых полей в городе по праву принадлежит 35-й школе. В отличие от 49-й, здесь футбол является профильным направлением. Правда, не в начальных, а уже в старших классах. Ребята обучаются в первой половине дня в рамках обычной общеобразовательной программы, а после уроков они прям классами, футбольными командами идут заниматься, тренироваться. Это очень удобно и в плане режима для ребят, и в плане удобства перемещения. Тем более, что условия созданы все необходимы и создаются, и мы продолжим работу в этом направлении. Сегодня в городе школьные спортклубы действуют на базе 34 образовательных учреждений. Активно развиваются 17 различных спортивных направлений. Футбол среди них самый популярный. Только в Кубке губернатора участвуют 32 школьные команды. Я бы сделала акцент не на физических качествах в первую очередь, не на физическом развитии, а на моральном развитии этих ребят. Ведь футбол – это командный вид спорта. Там побеждает не один человек, а там побеждает команда. И от слаженности действий команды зависит успех всех соревнований. Сегодня в футбол в Севастополе играют 3,5 тысячи человек в возрасте от 3 до 79 лет. За 4 года число любителей самого популярного вида спорта планируют увеличить втрое. Интеграция Севастополя и Крыма, нашего футбольного союза в РФС, возможность играть наших игроков в чемпионатах России – это мощнейший импульс развития футбола. И прежде всего детского футбола. Это отсутствие ограничений для детей, те, кто могут с детских пор, со школы развиваться и иметь спортивное будущее. Вот эти ограничения должны быть сняты. И для этого мы сделаем все, чтобы и инфраструктура города, и кадры, преподаватели, школы, спортивные учреждения и возможность играть в кубках у Севастополя была. Для осуществления этой задачи разработана концепция развития футбола. Один из ее основных пунктов – строительство спортивных площадок. В этом году в свободном доступе у севастопольцев их появится 90. Все новые объекты, которые появляются, они действительно востребованы. И востребованы как и детьми, и подростками, и взрослыми. И, конечно же, это, безусловно, лишний повод выйти на улицу, подышать свежим воздухом и занять какой-либо физической активностью. То есть в любом случае, если мы не можем говорить о стимулировании занятиями, спортом, высших достижениях, хотя, безусловно, это имеет место быть, но все-таки повышение уровня повседневной активности среди жителей, оно, безусловно, повышается. Программа благоустройства внутридворовых территорий рассчитана на 5 лет. За это время спортивные площадки, каждая из которых обходится примерно в полтора миллиона рублей, построят по всему городу. Они предназначены для игроков-любителей. С профессионалами все гораздо серьезнее. Другие масштабы, другие суммы. Еще год назад существование футбольного клуба «Севастополь» было под вопросом. Образовался колоссальный долг, долг по оплате труда и персоналу, который обслуживал комплекс, весь наш главный арену футбольную, и футболистам за должность по заплате, и ряд долгов по коммунальным платежам и прочим, как бы, да, платежам. По решению губернаторов, весь комплекс спортивный передан на баланс государственному автономному учреждению, Центр спортивной подготовки вместе с персоналом, обслуживающим этот комплекс. А команда была сформирована и создана автономная некоммерческая организация, и команда, и тренерский состав, соответственно, весь необходимый состав персонала по обслуживанию команды перешел в автономную некоммерческую организацию, футбольный клуб «Севастополь». Год назад команду могли снять с чемпионата Крыма. Теперь она под опекой города. Вопрос с зарплатами и коммунальными платежами закрыт. Но остается другая проблема – команда есть, но тренироваться ей фактически негде. Самая главная проблема – это, конечно, материально-техническая база. Материально-техническая база, которая включает в себя футбольные поля. Она очень серьезно возникает тогда, особенно когда нет погодных условий для того, чтобы проводить футбольные тренировки на нашем футбольном поле. Мы тогда ищем футбольное поле, где нам уже нужно будет потренироваться, где нужно будет подвести футболистов, хотя бы просто провести тренировку. Основное поле ФК «Севастополь» берегут. Практически каждый день траву подстригают и укатывают. Натуральному покрытию дают отдыхать. Даже профессиональная команда тренируется здесь далеко не каждый день. Несмотря на тщательный уход за покрытием, основная проблема главного стадиона «Севастополя» остается – отсутствие дренажной системы. На ближайшее время здесь запланирован капитальный ремонт. А уже совсем скоро появится еще одно поле – тренировочное. Оно будет построено в рамках проекта «Футбольная академия». Ее должны открыть в течение трех лет. На нашем стадионе, за южной трибуной, будет построена академия, которая будет включать в себя футбольное поле с искусственным покрытием и административное здание. Этим вопросом занимается правительство, этим вопросом занимается управление по спорту. Эта программа принята, она подписана губернатором, и поэтому мы надеемся, что в скором времени мы получим тот объект, который поможет развитию футбола в городе «Севастополь» выйти на новый виток. Этот проект ждет город, тренерский состав, но больше всего юные футболисты ФК «Севастополь» на двух мини-полях. Каждый день без перерыва тренируются 170 детей различных возрастов. Для них академия – шанс попасть в большой футбол. По истечению, я же опять же сказал, двух лет, я думаю, будет интернат, где будут собраны одни из сильных ребят в Крыму, и будем стараться развивать футбол в Севастополе, в нашем регионе. Еще делаются, я думаю, турниры, в которых дети участвуют, приезжают селекционеры, и пока только на это, мне кажется, стоит рассчитывать лично нам. Делать как можно больше турниров для того, чтобы о нас узнавали, для того, чтобы мы о себе заявляли, так скажем. И, возможно, кто-то из наших ребят заиграет в сборной России. У юного футболиста Ярослава сегодня день рождения – 11 лет, 7 из которых он провел на футбольном поле. Вот и сегодня отмечает праздник вместе с командой. Говорит, что за все эти годы ни разу не усомнился в том, что футбол – его будущее. Я бы хотел быть похожим на Алексея Санчеса и, конечно же, Роналда. Я хочу быть футболистом, это моя мечта, я готов. Я готов быть звездой ФК Севастополь. Я использую финт в игре, вот обычно обвожу вот так. Потом, если я хочу еще одного ввести, я сразу резко делаю вот так. Это просто вот сечка и уходишь. Быть звездой ФК Севастополь из-за существующих санкций пока единственная перспектива. Команды не могут играть на материке, соревнуются в пределах полуострова. Тем не менее, несмотря на территориальную изоляцию, наша команда набирает обороты. Сейчас в ее состав вернулись три игрока. Несколько лет они играли в высшие лиги. Теперь усилили ФК Севастополь. Я считаю, что на сегодняшний день наша команда самая сильная на Крымском полуострове. И я уверен, что если мы будем сохранять темп, поддерживать тоже внимание на должном уровне, то я очень надеюсь, что все-таки отвалятся когда-то эти санкции от футбола Крыма и Севастополя. Мы выйдем на материк, мы примем участие в соревнованиях под нашим РФС. И наши футболисты будут готовы к этому выходу. Они будут сильные, они и покажут должный уровень и на всероссийском, и в перспективе, и на мировом уровне. В рамках концепции развития футбола и средств городского бюджета и федеральной целевой программы в ближайшие четыре года будут восстановлены и отремонтированы основные стадионы города. Увеличится их пропускная способность. К концу следующего года мы должны построить поле на Сладково. Мы в следующем году запустим строительство СОК-200-летия. Соответственно, это будет большой проект. В этом году мы заканчиваем проектирование, прохождение главгосэкспертизы. Ну и готовимся к включению дополнительных объектов. Вы знаете, что в ФЦП у нас 15 объектов спорта включены. Вот мы их должны начинать строить уже в следующем году. Сейчас решается вопрос с территории, которая в настоящее время используется предпринимателями и известна как рынок Чайка. На этом месте, возможно, будет построен легкоатлетический комплекс. Стадион там уже восстановить невозможно, потому что стадионы привязываются по определенным сторонам света. И та геометрия, которая сейчас находится, этот объект, не позволит восстановить стадион, потому что он не войдет ни в какой реестр, и официальное соревнование там проводить нельзя. Полным ходом идут работы по реконструкции горняка. Они должны завершиться в ноябре 2019 года. По проекту, чтобы не допустить подтопляемости поля, оно будет поднято на колоннах на 3 метра. Под ним построят парковку на 150 автомобилей. Также на территории появится тренажерный зал, теннисный корт, раздевалки, туалеты. Стоимость работ обойдется в 400 миллионов рублей. В итоге мы увидим новый современный стадион с качественным покрытием, с дополнительным легкоатлетическим ядром. У нас появляется организованная шесть беговых дорожек с полноценным кольцом. Сто метровки, зона, прыжковая яма, зона для метания ядра, копья. То есть мы здесь получаем, расширяем функционал стадиона от стадиона для футбольных мероприятий и иных мероприятий, используемых зеленую траву, до легкоатлетического полноценного ядра и отделения, соответственно, легкой атлетики. Мы здесь планируем открыть и эксплуатировать объект с большим КПД. На новом стадионе смогут одновременно тренироваться 159 спортсменов, а пропускная способность за сутки возрастет до 1000 человек. Чтобы все строящиеся объекты были востребованы, уже сейчас по всему городу работает большое количество спортивных клубов и секций. Проводятся всевозможные соревнования для футболистов разного уровня, начиная с детских образовательных учреждений и заканчивая крупными предприятиями. По плану концепции, через четыре года в футбол будут играть 2% всего населения Севастополя, независимо от пола и возраста. Продолжение следует...